Это Альфа-Пэй. Свобода платить так, как удобно тебе. Платите как удобно с Альфа-Пэй любым смартфоном и получаете супер-кэшбэк каждый месяц. Не просто выгодно, а Альфа-выгодно. Срочно включи новости. Срочные новости. На земле произошло настоящее нашествие призраков. Кто бы мог подумать, но они действительно существуют. Призраки вселяются в души людей и уничтожают всё на своём пути. Единственный способ выжить, это пройти в наш бункер. Следите за новостями для получения дополнительной информации. Всем привет, я Яна и вы на моём YouTube-канале. И сегодня мы снимаем бункер в реальной жизни. И давайте я представлю вам прекрасных участников. Слава Бустер. Всем привет, я Слава. Дилара. Дима Масленников. Эксайл. Сабина. Ого-го. О, и самый главный человек в этом ролике это Яяна. Да. О, яматы кудасай. Так, ну что, ребят, вы уже играли в бункер, вы знаете правила. А сейчас я расскажу правила для наших зрителей. На земле глобальная катастрофа, и только двое игроков смогут спастись в бункере для продолжения рода и спасения человечества от катастрофы. Игроки получают несколько карт-характеристик. Профессия, здоровье, хобби, факты, багаж и возраст. Игроки раскрывают свои карты, знакомятся друг с другом и решают, кто и насколько будет полезен для выживания и восстановления жизни после выхода из бункера. Первые карты игроки вскрывают карту профессии. Далее они вскрывают ту характеристику о себе, которую захотят сами. Ну что, готовы? Я раздаю карты. А можно я перемешаю? По жизни. Перемешай. Я на него тоже помешаю. Ребят, я вообще всем помешаю. Блин. Не мешаю. А это нормально, что у меня дама-черви? У меня всегда перед игрой в бункер тоже вот это вот. Знаешь, когда в кровать ложишься, то вот так вот начинаешь изъяваться. Блин, охуенно. Не, у меня пизда. Вдвоем проходим. Так, ладно, ребят. Смотрите. Сейчас мы должны закрыть глаза, щелкнуть пальцами и потом мы поемся все здесь. Увидим друг друга в костюмах наших профессий. Готовы? Закроем глаза. Я не верю, что возможно. Все возможно, поверь мне. Включи, призрак. Тебе гонишь. Да-да-да. Раз, два, три. Ребята, я строитель этого бункера. Махильдахиль Курасанд, Курасанд. А вы что, вдвоем работаете? Она из параллельной организации. Ты животных лечишь. Ты не называй их так. Внимание! На земле ужасная катастрофа. Призраки вселяются в людей. Чтобы выжить, вам необходимо как можно скорее проследовать бункер. Срок нахождения в бункере 15 лет. Задача выжить в бункере, после чего выйти и противостоять призракам. В бункере есть все необходимое для жизни, однако из еды только гречка и вода. В данной игре мы не используем разделение на пол и не заостряем внимание на продолжении рода. Главное показать себя и быть полезным в выживании. Давай, кто ты? Ребят, всем привет. Я тот самый человек, который знает, как обращаться с кисками. Я ветеринар. Супер, классная карта. Дилара. Можете погадать, как меня зовут? Слава. Что, Зим? Это я экстрасенс. Да ну нафиг. Да, удивила, удивила. Мне кажется, у меня достаточно непонятный костюм. Или понятный? Сразу понятный. Ты Шерлок Холм. Все верно, я детектив, я рассекречу всех и вся призраков. Знает, но постараюсь. Меня зовут Дмитрий Масленников. Мало того, что я вот здесь вот постоянно, я каким-то образом связан с призраками, так я еще и экзорцист. Я самый полезный человек. Согласен. Ну кто знает, ну кто знает. Ну не знаю, детективами круче. Что, стоп, стоп, еще раз. В какой-то веке напали призраки, пожирают души. Кто будет обряды экзорцизма проводить? Экстрасенс. Это полезно. Экзорцизм вам понадобится. Но надеюсь, у тебя там со здоровьем все хорошо. У меня все отлично. Друзья, я понимаю, что к моему костюму, возможно, много есть вопросов. Чтобы понять, откуда взялись призраки, куда нужно окурнуться? В историю. Диана Джонс? В историю, друзья. Я историк. Какая же беспонтовая. Покажу мне. Вы что, гоните? Ребята, на меня нападает призрак из 13 века. Я пойму, откуда все взялось и помогу решить катастрофу. Призраки это прошлое, а прошлое изучает кто? История. Я. Я и есть история. Я, блядь, и есть история. Сабин, ну раскроем уже секрет. Ребят, ну что, думаете, я строитель? Я главная героиня клипа Бенни Банаси Satisfaction. Я построила этот бункер. Ну это ты уже, конечно, не выдумывай, а? Дай мне чуть-чуть добавить, да, на себя. А ты помолчи историю. Ей 13 лет, я уверен, боже. У меня есть молот, у меня есть, значит... Это карандаш. Я считаю, преимущество за мной. Плюс вам нужно знать то, что у меня в тех карточках. Я думаю, вам понравится. Кто ты? Строитель! То есть в бункер против призраков собрались ветеринар, экстрасенс, Шерон Холмс. Дело в том, что бункер нас защищает. То есть нас зачем именно сидеть в бункере. То есть призраков в бункере нет. Призраки сквозь стены ходят. Да, если что, ветеринар. Зачем нам бункер вообще? Я могу строить каждый раз новые. Построй-то, Костя, рядом бункер с нашим. Я могу внутри построить. Мы не знаем, что у тебя там. Мы же там полная. Что, по второй характеристике? Давайте, да. Да, я забыл свои посмотреть. Я тоже. Давайте тогда сразу начнем с полезных характеристик. 40 лет нам. Опытный. Состоявшийся ветеринар. Опытный ветеринар. Опытный ветеринар, ребят. Мастер спорта. Ваша киска в надежных руках. Я хочу вскрыть карту хобби. Там на рукавнике ходят у всего влюблено. Да, бункеры, они нам понадобятся. Давайте, открывайте. У меня хобби. Что изменилось? Мое хобби показывает о том, что у меня хорошее физическое, как банкотоку, но что я боксер. Блин. Да, да. Боксер-экстрасенс. Слушай, этому экстрасенсу ничего не предъявишь, получается. Это никак не поможет, мне кажется, с призраками. Абсолютно никак. То есть они по факту, экстрасенс и экзорцист, они взаимо уничтожают друг друга. Да, да, да. Нет, вы просто нас хотите друг против друга настроить, а мы хотим вместе попасть. Нет, это так. Нет, я не хочу. Я хочу скрыть свое здоровье. Мне нужен реквизит для этого, да? Можешь закрыть глаза? Смыси, нахуй. Пилуй ей отпили. Сиамский близнец, вынесите мне кисту. Бросший новый, видимо. Окей. Открывайте глаза. Открывайте глаза. Видите, моя медицинская карта? Написано, здоров. Я абсолютно здоров. Это просто поздоровались. Это типа... Здоров. Салам алейкум, пацаны. Хватит хохотать, я абсолютно здорово. Она в аэропорту просто встречала человека вот так здорово. Друзья, подскажите, пожалуйста, зачем нам в бункере от привидений абсолютно здоровый детектив? Вот да. Что ты будешь расследовать? Тебе нужно расследовать пиздец. Табе или нет? Пиздец, конечно, что экстрасенсы существуют? Нет, экстрасенсов не существует. Вы чего, ребята? Я тоже говорил на своем канале, что призраков не существует. Кричал, здесь кто-нибудь есть. И мне ответили, блин, толпа пришла. Посмотри, надо выживать. Не, ну подождите. Битва экстрасенсов, она победила, там же все фуфло. Она просто актриса. То есть ты хочешь сказать, что битва экстрасенсов фуфло? Да. Да? Да. Я тоже хочу это сказать. Вскрывай ты. Давайте так, я самый полезный здесь. Да кто тебе это сказал? Свыше мне сказали. Вот смотрите, призраки налетели, а почему они не подходят к нам сейчас? Потому что я здесь нахожусь. Нет, потому что я здесь. Да потому что я здесь. Потому что я здесь. Друзья, я хотел бы вскрыть свой возраст, как козырь. Козырь мне 100. Друзья, открывайте глаза. Ну мудрый. Ну умный. Я считаю, я считаю. Его снегом вот этим искусственно надо подать. Я считаю, что это мой огромный плюс, потому что я опытный экзорцист. Мне 65 лет. Дополнительные 15 лет я буду твердыней обороны против экзороков. Подожди, а почему ты вообще боишься так сказать, оказаться за бункером? Ну их там слишком много, а тут компания приятная. А вдруг кто-то в вас вселится? Я единственный, кто с потусторонним на ты. Ты не единственный, Дмитрий. Ты не единственный. Я единственный. Ты не единственный. Я единственный. Слушайте, мне кажется, Илья хочет что-то прям капец как сильно нам показать. Как я только вскрою эту карту, у меня за этим столом появятся союзники. Я думал, у всех туберкулез будет просто. Все заболеют. Минимум один точно появится. Я хочу вскрыть хобби. Друзья, открывайте глаза. У меня это. Ничего не поменялось. У него нет хобби. Я хочу сказать, что мир не такой радужный и прекрасный. И я это. Ты Рокки Больбо? Заснял. Снимает видео про призраков на YouTube. Ну, здравствуйте. Он вне подозрений на выбывание. Поэтому опыт имею, исторический опыт имею. Я давно этим занимаюсь. Но это не ты, это и вот ему. А ты все еще старый, я напоминаю. По-настоящему это не грим. С меня смыли все, и вот я как по-настоящему выгляжу. Это Яна. Она пытается успеть собраться с утра на съемку. Но сегодня явно не ее день. Ведь она поспала. Яна не успевает помыть голову, и это еще полбеды. Ведь позавтракать Яна тоже не успеет. Злая и голодная, она уезжает на съемку. Но это было вчера. А вот сегодня Яна уже знает, что есть самокат, который всегда выручит, не оставит голодным и привезет продукты. Самокат – это онлайн-магазин с доставкой от 15 минут. Мы с командой постоянно заказываем еду из самоката в перерывах между съемками, потому что там свежие и натуральные продукты. Особенно нам нравится раздел с товарами их собственного бренда, которые тщательно проверяются и составы абсолютно понятны. А готовая еда – вкусная и качественная. Еще есть большой выбор самых разных снеков – молочной продукции и фруктово-ореховые батончики. Только посмотрите, какой прекрасный завтрак я себе собрала. Да и спешить никуда не пришлось. Сырники быстро разогреваешь, и с вареньем, круассаном и кофе получается, ну, очень вкусно. Мне еще, кстати, очень понравились батончики без сахара. На перекус вообще отличный вариант – вкусный, а самое главное – полезный. Поэтому, если вы, как и я, бережете время, то переходите по ссылке в описании или по этому QR-коду и заказывайте продукты бренда Самокат. По промокоду ЯНА20 новые пользователи получат скидку в 20% на первый заказ от 800 рублей, а для постоянных пользователей есть промокод ЯНА10. На скидку 10% на товары и продукты бренда Самокат при заказе от 700 рублей, переходи и скачивай приложение. Я считаю, что это полезно. Это полезно. Он вместе со мной… Сделали контент. Мы сделаем контент. Ребят, я можно расскажу, это полезный навык за границами бункеров. Пусть он снимает там дальше. Да, тебе лучше будет. Ты что? Тогда ты внутри не нужна бункеров. Я же не снимаю ничего. А ты нужен. В моих интересах, чтобы наоборот призраков-то в бункере не было, чтобы не снимать их. Смотри, вот я тебе объясняю, ты вот около, то есть это возможно где-то вот как стоматолог про здоровье, а я конкретно специализирован на них. Нет, смотри, ты снимаешь видео. Конкретно снимать. И непонятно, что ты снимаешь. Я историк, я изучаю их и снимаю это параллельно. Я все это чувствую, понимаешь, я экстрасенс. Что ты чувствуешь? Призраковый. Не факт, что круто еб***. Я хочу вскрыть факты себе и не просто так меня взяли в клип Бенни Банаси с Атисфэкшн. Это биологический факт, вы можете открыть глаза. Мне 30 лет. Подойдет. И я в самом соку. Да, да. И я предупреждаю, я строитель. Она в соку и она любит строить. Кого мы выгоняем, друзья? Тебя. Посмотрите. Чего это вдруг меняст? Ты старый. Она у меня бычет. Все, выгоняй меня. Смотрите, ребят, я вам просто вот на логику объясняю. То, что у нас как бы здесь по сути две одинаковых профессии, которые, два человека, которые идут вразмен друг другу. Я даже больше скажу, брат, не факт, что вразмен, возможно, я бы в обоих потом голосовал. Я тебе честно скажу, вот если я буду выбирать, с кем в бункере находиться, я буду искать максимально полезного человека, который, знаешь, типа, вот все может там и полечить, починить что-то рукастого, понимаешь? Тут хотя бы нет плохих характеристик. Нет. Тут 65 лет. Хотя не смущает, почему она вскрывает бокс? Раскрой любую карту, она тоже уходит. Друзья, смотрите, какая логика, у меня сильная карта стопроцентная, я выкидываю слабую карту, потому что вот этого человека вы не можете выгнать, потому что я единственный, кто тут с призраками взаимодействовал. Нет, вот еще и я. И он снимал, мы компактно, понимаешь? Ехише призрака. Люди могут сойти с ума, если они будут без веры, они сойдут с ума. Этот человек владеет знаниями веры, он может знать, показывает папка. Ну подожди, Сабин, хватит меня опять вкидывать, 15 лет Что я не вкидываю у тебя? 15 лет в бункере, ему 65, это реально. И он говорит, поэтому я решил скинуть слабую карту, в чем логика, надо же сохранить. Показал, что он уверен в тебе. Это же как презентация продуктов, а? Тебе надо было в самый сильный рост. А ты детектив, зачем ты там нужна? Я против детектива. Давайте голосовать по очереди, начиная с меня. Диман. Диман. Еще раз, единственный человек, кто с призраками взаимодействует, это я. Ты единственный. И в жизни, блин, и здесь. Ребят, экстрасенс это актерство, а это реальность. Актерство это ролики снимать, а экстрасенс это я экстрасенс. Ролики это не актерство. Ролики это актерство. Это бы смысл бункера. Еще раз. Это вся моя жизнь, Девара, ролики это не актерство. Моя тоже, но вы в игре бункер, ты строитель. Окей, два против детектива. Подождите, только на монтаже мы заметили. Что, какого х**а она вскрывает бокс, когда можно вскрыть состояние здоровья или позор. Бокс, у нее все х**а. Тоже, ей больше лет, чем ему, я уверен. Брат, честно, пока. Вот только у меня и у Сабины. Ты вообще призрачный кукол бы не снимаешь. Да, ты ничего не чувствуешь, ты ничего не понимаешь, ты просто блогер. Вы все, честно, вы все здесь занимаетесь. То есть, я в жизни призрачный кукол? Да? У них нет, брат. Какой хоть интерес? Нет, стоп. Они есть, они прилетели и атакуют, Слава. Мы можем вот представить, что призраки попадут в бункер и как бы они будут... А я стены освещу. Я понимаю. А я их построю, Дим. Они сделают священные стены. Я против Девары. Детектив, собачник, детектив и строитель, и тут как бы, извините меня, три профессии. Мы первого вкидываем тот, кто связан вообще с призраками. Это ноль. Нормально ты че? Внимание, стоп. Деловая, деловая. Давайте обмотаем немножко назад, что она говорила про меня и про него. Переобуваешься в полете, экстрасенс. Ты изначально мне руку жал, а потом вообще говорил, что ты, ты плохая. С тобой я не буду ходить. Тоже верно. Я просто задумалась о том, что нас сейчас валят детектив, строитель и собачник. При том, что мы являемся экстрасенсом, мы чуть-чуть как бы этот, прогнулись. Она пытается нас поражать. Нет, нет, нет. Она пытается вас рассорить. Ребят, давайте голосовать. Вы проголосовали против Димы. Я голосую против Дилары. Дим. А че ты против меня проголосовал? Ну я уже не могу обратно, я только сейчас об этом задумалась. Ну тогда лови, Дилар. Я против Дилары. Я тоже. Вы че, прикалываетесь? Нет, давайте 3-3, чтоб я раскрыла, чтоб я раскрыла возраст и вот этой фигнёй вы не занимались. У меня очень сильные карты. И тот, кто захочет остаться, он 100% захочет со мной остаться. У меня очень сильные карты. Я открою здоровье или я открою возраст. Тогда почему ты сразу не открыла здоровье? Ну потому что я подумала, что у меня и так сильнее, я открою бокс, потому что я ещё и физически сильная. Потому что у меня здоровье норм. У меня возраст офигенный. Возраст офигенный, мне 150. У меня ещё и багаж офигенный. Я хочу их раскрыть и показать. Я не хочу, как вот мы до этого играли, так же выйти в начале, а потом сидеть вот так. Дайте возможность, пожалуйста, открыть карту хорошую. Я напоминаю, что это манипуляция, она актриса. Сколько пальцев показываю? А там сколько покажи. Действительно. Сколько пальцев показываю? Это столько голосов против тебя. Дайте мне шанс, пожалуйста, показать хорошую карту и доказать то, что у меня тут не фигня какая-то. Мы хотим менять? Нет, нет. Ну кто-то из вас один поменяйте, пожалуйста, чтобы кинуть 3-3, чтобы я смогла это как бы доказать. Решает Яна. Я? Чётко скажи, громко. Ну, Дилара, прости. В то же время, Дилара, когда ей выпадает экстрасенс, она будет, блин, какая же халява. У меня все карты. Это как будто логично, то, что в первом кону выгонять экстрасенс, это каким надо быть? Я тоже самое про возраст говорил. Это Альфа Пэй. Свобода платить так, как удобно тебе. Платите как удобно с Альфа Пэй любым смартфоном и получаете супер кэшбэк каждый месяц. Не просто выгодно, а Альфа выгодно. У нас убрали момент с возрастом и то, что нужно продолжать род. Но если бы его не убрали, у меня был такой факт, что я женщина и я беременна. Ребята, это дополнительный род. Это минус, потому что... Это рот продолжание. А кто примет роды у тебя? Это царь, ты не... Вот он. Как сказать? Дееспособна, правильно? Ты не можешь бороться. То есть ты... как это я не могу бороться? ты беременный боксер короче, смотрите, нельзя говорить, что это минус потому что это тот факт, который оперируют, когда играют с полом продолжение рода, в смысле это иначе тогда вообще все нужно потом, биология, вы говорили, что я старая, а нет, мне 26 лет или 28 лет молодуха залетела черт возьми, что по глупости нагуляла, пузик себе фаз 8 нормально вообще-то, от кого? от победителя битвы экстрасенса? от Влада Кадуль багаж спиритическая доска ну вот это, кстати, нормальная история была бы смажите, п, о нам выжить надо, б**ть, а не все делать, просто принуду а пока и состояние здоровья в меня вселился призрак хахахаха я так и знал я так и знал нет, нет, это имя его я так и знал, что нельзя им доверять ни фига тебе идет такой ты скуф с пивным животом я мэр симпсон дайте мне пиво и ухо теряем теряем друзья заметим что я топил против нее с самого начала потому что я знал энергия я знал и я ее боюсь между прочим даже немножко я не хотел вам говорить но когда я включил камеру на монтаже я заметил лишь только на монтаже если вы включите звук на 300 процентов было слышно Слава вскрывай карту следующую как я говорил у меня все карты хорошие поэтому я скрываю свой багаж мне сказали что это очень полезно но я честно в душе не х** что это можно уже посмотреть открываем гос бастерс так мы что все здесь я предлагаю нам в трене просто объединиться и контент делать ты охотник за привезениями? у меня протонный рюкзак протонный рюкзак но это качественно это качественно смотри я линия обороны ты линия атаки я линия съемки линия здоровья что вы это отрицаете? хорошо я вскрою свою биологию сколько же мне лет? мне 18 лет мне 18 лет я абсолютно здоровый детектив это просто вот в детстве вышло лупой посмотрите муравьев пожечь и все но 15 лет в бункере находиться 18 лет это самый крутой возраст ну круче чем 65 это 100% друзья ну давайте посмотрим объективно с нами охотник за привезениями ветеринар с медицинским образованием я линия обороны если в кого-то селится призрак до 65 лет я умудрен опытом у нас человек который так или иначе изучает изучает историю подноготную все все про них знает ну ладно окей если чисто по опыту смотреть ну какой детектив 18 я вскрою свое хобби нездоровье это хобби да кстати готовы? раз два три друзья открываем и что? нарды? друзья я экзорцист мне 65 лет я умудрен опытом и я еще себя проверяю на прочность постоянно потому что я спи*** по гвозди спи*** давай 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 покажи что можешь да кстати подожди мне как раз нужны были гвозди за стол давайте я вот так на картах сяду сейчас 15 лет надо простоять давайте я буду сниматься так да представьте он реально такой в жизни рост был я так со стороны смотрю и это я сижу между ними я взлетел он реально стоит нет ну подожди ты решил это вскрыть да потому что у меня выдержка есть чем это полезно если я на гвоздях так лихо стою я и голод и холод вытерплю садись ладно показал на что способен окей окей итак друзья я конечно ничего не буду говорить про то что типа из всего что можно было вскрыть он скрыл гвозди стояние я экзорцист я напоминаю вам я вам скажу так мы конечно очень круто то что мы вот разговариваем про то как кто как будет бороться с призраками но мы забываем главное то что нам нужно жить в бункере конечно нам нужно жить в бункере и в бункере есть проблема одна проблема это запас еды поэтому я хочу вскрыть свой багаж сейчас только один ролл открываем открывайте я хочу сказать что 15 лет это довольно таки огромный срок поэтому у меня с собой я то думал что мало консервов оказывается а у меня бать это производитель прикиньте напомните у нас в бункере только гречка и вода и причем мало а тут а теперь еще гречка в консервах смотри смотрите я понял какой у меня еще плюс я неприхотливый в еде так ребята я хочу раскрыть багаж в два раза больше консервов давай раз два три наша гречка будет соленая понятно да пусть кто-то у нас неприхотлив в еде но лично я люблю гречку с солью и с консервами и с солью и с консервами у нас будет все давайте посмотрим в первую очередь на профессию давайте так не надо у нас не надо давайте посмотрим в первую очередь на возрасте здоровье вы знаете что в строительстве соль используется не ну а что ты будешь делать ты реально пятнадцать лет нам сидеть подождите ладно стойте ребят еда но когда мы будем изгонять призраков мы чем будем чертить круг ну вот объективно это очень молодой здоровый детектив неопытный это детектив которому там нечего делать ну реально она просто будет жить и жрать и все а мы с вами пахать будем призраками сражаться а настроить оборону этот хотя бы на память с ними этот подлатает ты о как классные я посижу на месте еще попрошу с полными желудками мы это все да давай брат давайте голосовать смотри ты как бы ты просто как вот статичный человек ты подходишь подхожу конечно но у нас есть проблема призраки 15 лет ну я просто хочу чтобы он здоровье вскрыл окей окей в смысле вам вообще не нужен никто пойти у вас какие-то псевдонауки с призраками у меня аппарат сзади чтобы сосать этих ган стоп а если в тебя призрак вселец ты к кому пойдешь а если к нам в нас всех вселец ты к кому пойдешь у меня не вселец у меня иммунитет переболел что ли уже я весь астрал пересмотрел я все видел ему прививку сделали у меня у меня у меня там по любому херовые карты он выкладывает полное если мы хотим реально выжить и мы серьезно играем РП так скажем то надо кикать дивана кикаем Диму в катастрофе с призраками в бункере детектив ты тоже не нужен потому что я экзорцист в трагедии с призраками экзорци старый и боевой какой смотри на гвоздях стою а ну я скажу так нам нужно оставить хотя бы одного человека связанного с экзорцизмом я один тут а я тут один давайте голосовать голосуй голосуй все уважение в учеб окей я тоже против Димы потому что он старый и скрывает свои какие-то херовые карты он выкладывает только я против Яны это логично логика хоть какая-то должна быть блин ну вот почему возне стояние ну призрак силит к кому ты пойдешь меня просто смущает то что у тебя карты прям я уверен полные я плохие выкидывал сейчас в чем смысл выкидывать плохие потому что я за сывин я экзорцизм блин при всем уважении я бы очень хотел продолжить с ним играть как он будет апеллировать дальше когда раскроет там аппендицит вот давай посмотрим нет ты хочешь пожить ты хочешь выиграть ну это же игра бункер надо выжить надо прожить ему 65 лет я голосую против Димана да смысл уже да уже все я бы не голосовала против тебя Дима спасибо ну давайте вскрываться все открою а может я не экзорцист я лежал в психушке ребят может быть с призраками истории не было никакого и у меня есть спектрофобия я боюсь примитений да усрать самая сильная карта у меня у меня есть виниловый проигрыватель вот такая вот история ладно Диман я думаю ты понимаешь что все было правильно он скрывал суперславые карты я могу вам сказать что пока из двух наших киков мы ни разу не ошиблись ладно теперь я понимаю что вот это логичная карта была которую он вытащил с гвоздями с гвоздями это его лучшая карта я хочу вскрыть здоровье давай закрываем глаза да раз два три открываем у меня ветрянка но это херово это очень плохо короче те кто не болели ветрянке для них это летально это ветряная оспа это одно из самых ну вообще ты вроде не сказочный это это в том тебе дело ты хочешь сказать если ты сейчас заболеешь ветрянкой ты умрешь да без нужных лекарств он может умереть если нет лекарства то ты знаешь как бы я тебе объясняю то есть люди когда приходит в гости какой-то ребенок болеет ветрянкой и там взрослый который не болел ему писать да кто-то болел ветрянкой во взрослом возрасте просто у меня в этом примере это очень серьезное заболевание это очень опасно во взрослом возрасте дети ее переносят ну нормально а взрослый уже если на полном серьезе он абсолютно прав ну хотя с другой стороны что меня слушать ну кто болел ветрянкой я я я с тобой играю я считаю ветрянка это жесть как херово лучше взять абсолютно здорового человечка ну давай дальше смотри давай раскроемся дальше и будем как бы это нам просто от тебя что-то полезное нужно потому что по факту ты сейчас просто вот NPC а чем плохо NPC то есть у тебя просто стабильно но ничего полезного он опасен а я просто стабильность я вскрою свое хобби можно мне мое хобби принести открывайте глаза ребят вот оттуда они и повезли все смотрите да 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 ящик пандоры да 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 может быть ну типа херня не знаю но у меня хобби фокусы и сейчас я твою мать койна фокус с исчезновением тебя сейчас будет тут ничего нет да не смотрите здоровый хомяк конечно можно возможно вы говорите что я NPC никому не нужная да у меня знаете ничего херового нет ну и ничего супер крутого просто стабильно хороша вы однако скрываете свои возраста здоровье дай нам дойти у тебя плохое здоровье к тебе вопросов пока нет ну давайте я тоже раскрываю здоровье у меня мигрень у тебя полотенце на лице но мигрень мигрень это гораздо хуже чем абсолютно здорово конечно гораздо хуже чем абсолютно здорово мое здоровье да у меня сплошные плюсы но есть небольшой минус каждое знакомство с вами у меня будет как в первый раз у меня альцгеймер и что вы на меня на моего кролика чё ты вы можете со мной играться смотри в мире сейчас все хорошо иди гуляй у тебя тоже все плохо ты забываешь что мы в дымке у тебя болит голова ты бесячий человек а я буду просто всем привет всем привет слушай мы идеально друг другу подходим пойдем в мир слава я всегда буду забывать что у тебя ветрянка я говорю у меня есть знания какие у нас у всех все в голове у тебя вообще голова болит у тебя ее нет ты будешь записывать потом брать это кто это ну голосуем ну тут как будто очевидно нет ну я в сабину тут очевидно она нет она абсолютно не интересная я в сабину никакой изюминки нет никакой изюминки нет но я хочу чтобы Яна потом открыла факты в следующем раунде смотрите в принципе сейчас все максимально просто ее сейчас быстро сливают потом ее вот вы да ну давайте-ка посмотрим какие карты вы меня сейчас хотели слить но сабина то вскрыла давай сабин сабин все вы кто я где мы еще снимали короче всем привет я зовут сабина все давайте вытаскивайте остальное ее багаж все открываем открываем сабин сабин да открываем да конверт нифига себе оказывается бесстрашная вообще жесткая мастер фотошопа что ли смотрите я прыгала с парашютом могла сразиться с призраками а кто ты это факт я бесстрашная а ты бесстрашная я постоянно ищу хобби поймите забываю какой хочу спрыгнуть с парашюта спрямил хочу спрыгнуть с парашюта и у меня есть йоу 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 я отменяю свой голос в нее сейчас будет минут славы давай 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 так поехали опа давай точно факт однажды принимала роды тихо жёстко у лося что у тебя осталось у тебя факт да ну что фокусник детектив 18 летний факт ему мне Я очислена из клуба навыки по выживанию. Но не потому, что я херово выживала, а потому что слишком быстро выполнила программу и меня очислили. Да, да, да. Она прям нужный человек. Ну, угрозы я никакой не предоставляю. И ничего ты не предоставляешь. Развлечения фокуса покажу. Вот эта вся тема. Ну-ка, покажи. Ну вот эта тема, вот. А куда палец делся? Ну вот это все я могу. Что у тебя осталось, Илюх? У меня осталось биология и факт. Ну, биология, это в смысле... Это сколько мне лет? Ну, как будто очевидно. Ну, я думаю, очевидно, да. Нейтральный. Биология мне 18. Поэтому вот ты там что-то кричала о том, что 18 это так охотно. Да, но... Мы молодые. Да, но, ну ты все, что сейчас скажешь ты, будет использовано против тебя. Короче, прочитай свое, брат. Брат, смотри, у меня мигрень. Это... Ну, это у меня. Снимаю. То есть про призраков знание есть, про историю знание есть. Мне 18 лет, я молодой, горячий. И, блядь, у меня консервы е... Нет, это безусловно крут. Ты полезный. Судя по всему, я типа буду решать, потому что... Ну, ты самый крутой, но... Если честно, ну, понимаешь, стабильно просто нормально. У меня, брат, здесь еще полезный. Тебе это очень понравится. Ветрянка. Ветрянка в взрослом возрасте, это жестко. Я тебе отвечаю. Типа у меня протонный рюкзак от защиты для этих призраков. У меня медицинское образование, мне 40 лет. Я чуть-чуть прихворал ветряночкой. Не х*** себе чуть-чуть. Я понимаю, что это лотерея. Я реально даже не спорю. То есть, типа, видите, как вы говорите. То есть, я почитал, в гугле написано то, что 2-3 дня человек лежит с температурой. Все. Ну, тут уже на твой иммунитет. Мы не знаем, какой твой иммунитет. У меня хороший иммунитет, я врач. 40 лет, это все-таки не 18 лет. Я врач. И он болеет ветрянкой. Он, скорее всего, хуже перенесет. И вообще заразит тебя. Тебе это вообще надо. Да, ты говоришь, что у меня ничего полезного. Возможно. Но ничего х*** у меня тоже нет. Ничего абсолютно плохого, что наносит угроз. То есть, почему-то вы говорите, что у детектива нет никаких навыков. Я вообще вас не понимаю. Это все-таки у очень сильно развитых... То, что ты зашла в концтовары и лупу купила, это означает, что ты... Я с самого начала, когда Слава открыл карту здоровья, я сразу сказал, что... Ветрянка это оспа. Ну, это родственник самого смертоносного заболевания. Вот. Но ветрянкой я болел. И мне это не несет никакого вреда. Ему 45 лет. 40. 40, извиняюсь. У него очень много опыта в жизни. Мы выйдем, мы можем воевать против призраков. У него протонный рюкзак, у меня есть знания. У нас есть медицинская помощь. Если мне плохо, то он себя может... Руку порежьте, я защитиваю могу. У него есть оружие. Ну, короче, мы друг-друг дополняем, поэтому... Летт го! Окей, давайте я вскрою свою последнюю карту. История! А вы помните, как вначале мы его валили, думали, это кто вообще? И я решающим звеном стал. Давайте я вскрою свой багаж. Давай. У меня в багаже с собой. Игра, бункер. Мы бы славно проводили... Мы бы славно проводили время, играли в карты. И что это такое? А у меня, знаешь что? Кулинария. Летт го, бран! Мне кажется, это идеальная пара. Да, хорошо. Я просто, понимаете, я просто… Но есть один минус! Какой? Да, да. А, ну и ладно, Кир. Я думал, ты подыграешь. Я просто тяну эту интригу. Я никогда не работал по профессии. Вообще. Ааа, да фу… Нихуя! Нихуя! Я вообще нихуя не историк! Все, давайте верить. Все, спасибо. Давайте, удачи. Хоть кто-то останется. О, привет! Да. Удачи, лузеры! Удачи! Аривидерчи! Как говорится. Ну идите уже. Ребят, если будут проблемы за бункером, не набирайте. А вы кто? Я с вами! Не-не-не, ты тут остаешься. Спасибо, что посмотрели это видео. Надеюсь, вам понравилось. Да. Мы отлично провели время. Я думаю, мы выбрали правильных людей. Надеюсь, они выживут в бункере и прекрасно проведут время. Ну а мы погнали снимать новое видео. Ну а пока. Пока! 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 Пока!